Блин, ты же обещал, что-нибудь нормальный вопрос. А что, это прям тайно, что ли? В Китае мы воровали. Блин, переворачивается, черт. Как бы из твоей вагины выходит человек. А какой следующий вопрос? Нет, 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 ты хочешь спросить, вот это вообще, ты хочешь про это спросить, да? Козела. Я дала себе слово, что я никого не буду осуждать. По образованию я, типа, журналист, БГУ закончила. Вот, как так получилось, что я пошла по специальности сразу, как закончила в Брятунен, там работала, решила научиться писать. Вот у меня никогда не было желания попасть в телек, потому что я себя вижу со стороны, вот сейчас записываемся, да? И, блин, я буду, ну, как бы, ну, смотреть и со стороны, это такое, знаешь, это тупое слово, зона комфорта такая вот. Всегда же странно слышать свой голос или, тем более, видеть себя со стороны, особенно девочкам. Мальчикам, ладно, вы, в принципе, всегда хорошо выглядите, там, или как папа говорит, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, да? А женщина всегда у него то, не то, это не то. Это, конечно, сложно, но у меня никогда не было желания попасть в телек. Но я очень хотела научиться писать хорошо, и у меня, вот я пошла вот туда, там я отработала около года. Потом как-то я искала себя, наверное, молодая была, потом что-то там где-то подрабатывала, но я уже не беру в счет, там, всякие такие, типа, официантка, там, продавец-кассир. А потом я начала, а потом я забеременела, родила, вышла замуж и занималась со своей очень хорошим таким другом, человеком. Мы решили заняться производством одежды «Вивикиц», может быть, кто-то знает, слышал, там, я отучилась на Портнова, там, прямо была моя мечта, прямо научиться шить. Я ловила дзен, на самом деле я так уезжала из дома и отдыхала от ребенка. И в этом нет ничего такого стыда, потому что реально ты устаешь от своих детей, как бы ты их не любила, и там я отдыхала. Я всегда мечтала, кстати, чтобы у меня был свой, типа, своя газета или журнал, или, типа, может быть, какой-то канал, я не знаю, вот, наверное. И если у меня это получится к лет 50, там, не знаю, может, чуть раньше, то было бы суперкруто, я бы, наверное, собой гордилась. И, да, я бы считала, вот я бы лежала бы, умирала бы, и я такая тщеславная бабулечка такая, у меня все вышло, я молодец. Вот, наверное, вот такая цель, открыть что-то свое, связанное, вот, журналы, газеты, вот, люди. Когда, например, с дочкой заходишь в какой-нибудь виноводочный отдел, там, дико неловко, потому что всегда смотрят сначала на ребенка, потом на меня, и я просто молча достаю паспорт. И сразу у продавцов, типа, а, ну, типа, окей, типа, раньше я очень сильно обижалась на это, особенно в поликлиниках, там, в каких-то медучреждениях, потому что как-то неадекватно. Я не болею ничем, типа, у меня, ну, не паранойя. Действительно, очень такое странное отношение к тебе, тебя они воспринимают как взрослого, серьезного, осознанного человека. То есть у нас есть такое, встречают по одежке, по внешности, и как специалист, возможно, они думают, что я, там, например, совсем молодая, и думают, что, возможно, я, ну, не совсем, там, владею, там, какими-то, там, способностями, типа того. И приходится постоянно как будто бы что-то кому-то доказывать. И в один момент просто меня как-то осенило, я подумала, а зачем кому-то что-то доказывать, типа. Ну, вот и выгляжу я моложе своих лет. Ну, это прекрасно, я думаю. Это супер, наверное, будет звучать пафосно или как-то слишком по-философски. Ну, как ты себя внутри чувствуешь, то ты, типа, отражаешь. Вот мне, вот, мне кажется, что мне, вот, до сих пор 20. Матерю быть очень трудно. Идеальных мам не бывает. Если они есть, то покажите мне их, я, я не знаю, я буду, не знаю, спрошу у них, как это, быть идеальной матерью. Ну, типа, я не могу себе позволить, там, как сказать, ну, быть. Не то, что не серьезно. Мне нельзя быть слабой, мне нельзя быть, ну, как сказать, я должна дать своему ребенку самое лучшее. И, типа, я не могу позволить себе быть хуже, чем вчера, например. Как-то так. Блин, черт. Вот видишь, мамы, они такие мамы. Заходит речь, вот, вы все меня знаете, как, например, там. Такой вот. А ребенок очень сильно, блин, ребенок очень сильно меняет. И это вот, блин, переворачивается. Черт, ты лучше становишься. Вот я, например, смотря на нее, я учусь вообще, ну, таким вещам, ну, не знаю, таким. Ну, они же вообще дети, это же... Я не сумасшедшая, там, мамочка, если что, да. Но они реально, это, ну, как сказать-то, они учат себя любить жизнь и жить в моменте здесь и сейчас. Всегда нам не хватает чего-то. Мы всегда куда-то бежим, знаешь. Типа, вот, ну, типа, не время, не время. Вот попозже. Вот тогда, типа, я там стану лучше. Вот тогда жизнь у меня станет лучше. А быть может, это вообще этого не произойдет. И, возможно, они, вот, ну, вот, моя дочка, она вот стала вот тем, может быть, как бы... Человеком, который вот показывает мне, типа, ну, вот, Жаргуни, остановись. Ну, типа, осмотрись, типа, вот здесь все, сейчас здесь и сейчас все, ну, мол, прекрасно. И вот, и дети переворачивают жизнь вообще, ну, не знаю, вот так вот. И ты понимаешь, что, блин, как же классно все. В Китае мы воровали. Ну, это было ради прикола. То есть мы с девчонками, у нас были деньги, я не знаю, но мы были вообще очень маленькими. Нам море по колено было. И нам казалось, что это весело, забавно. Сейчас же я понимаю, что это очень ужасно, глупо никогда такого не делать, потому что, ну, это чей-то чужой труд и так далее. Но нам тогда казалось это максимально забавным. И мы делали соревнования, кто что больше украдет. Ну, мы украли ящик. Вот, и это надо было нельзя говорить, да? Мы украли ящик просто. И кто-то украл украшения, кто-то воровал фрукты прям пакетами, то есть вот так вот. И я не знаю, зачем мы это делали. Мне очень стыдно за это, но это вот такой вот, наверное, такой некрасивый секрет. Такое развлекательное немножко, конечно. И в чем секрет? Ну, я не знаю. Быть самим собой, наверное, с людьми, как-то видеть людей, как-то чувствовать их. Я, например, когда кого-то вижу, вот, идет человек, и я как-то у меня... Я понимаю, что вот этот человек мне сейчас ответит. Или он меня сейчас пошлет. Ну, вот, как-то так. Ну, то есть сразу у меня какой-то такой коннект. Но есть в этом опасность в Оу-Лайфе. То есть это такой несерьезный уже немножечко контент. Ну, как бы... И мне в один момент мне даже было... Не хотелось ходить на Оу-Лайфе. Мне бы не хотелось, чтобы меня сравнивали с какой-то... Ну, или думали, что я какая-то несерьезная, наивная. Как-то так, наверное, вот. Вообще, мне кажется, когда ты чего-то не боишься, то ты перестаешь расти. Например, в студенчестве я боялась не получить красный диплом. Ну, типа, а потом пофиг вообще. После студенчества я боялась, что я не смогу куда-либо устроиться. Мне не будут платить нормальную, типа, ЗП. В какой-то там период жизни, когда я была молода, я боялась, что я много гуляю и нехороший человек. И никогда у меня не будет там серьезных отношений. Ну, типа, не выйду замуж, да? Ну, не то, чтобы я боялась. Я думала, что, ну, типа, кому я такая с таким характером вообще? Кто меня вообще, типа, примет? Потом я боялась, там, что я не смогу, там, типа, а как же, типа, поражать? Типа, это же больно. Сейчас я боюсь проморгать тот момент, когда я действительно пойму, чего я хочу от жизни. Тупо, наверное, звучит как-то слишком запутанно, но вот так. Сложно, понимаю. Ответила сложно, прости. Для меня выбор мужчины, который будет рядом со мной, там, да, это будет прямо стоять, ну, типа, на первом месте, потому что, типа, я уже не одна, и я должна понимать, что вот я делаю все это, типа, ну, знаешь, осознанно. Уже вот эти всякие влюбленности, это уже все, ну, очаровываться кем-то. Это уже не, ну, не про меня, потому что у меня уже нет второго шанса, как я считаю. Может быть, я сейчас неправильно думаю, но у меня нет другого шанса, чтобы ошибиться. И поэтому для меня выбор мужчины очень важен, кто будет рядом со мной. Это как минимум должен быть мужчина, который, может быть, эмоционально, морально сильнее меня, потому что я могу очень сильно, наверное, задавить. Я не, типа, не истеричка, не, типа, не под каблук загоняю, но просто если кто-то мне понравится, то это будет вообще все, пипец. Нет, это, типа, берегитесь, сейчас она начнет его влюблять в себя. Но у меня сейчас нет.